Ей еще ни разу не приходилось плыть этой дорогой, тут не росло ни цветов, ни даже водорослей, всюду был только голый серый песок. Вода в водоворотах бурлила и шумела, как под мельничными колесами, увлекая за собой в глубину все, что встречала на пути. Русалочке пришлось плыть как раз между этими бурлящими водоворотами. Потом на пути к логову ведьмы ей встретилось еще большее пространство, покрытое горячим, пузырившимся илом. Это место ведьма называла своим торфяным болотом. За ним показалось и жилье ведьмы, окруженное каким-то диковинным лесом. Вместо деревьев и кустов в нем были полипы, полуживотные полурастения, похожие на стоголовых змей, выросших прямо из песка. Ветви их были подобны длинным осклизлым рукам, а пальцы извивались, как черви. Полипы ни на минуту не переставали шевелить. Всеми своими ветвями от корня до самой верхушки гибкими щупальцами они впивались во все, что только им попадалось, и уже не выпускали добычи. Русалочка испуганно остановилась, и сердечко ее застучало от страха. Она уже готова была повернуть обратно, но вспомнила о принце и о бессмертной душе. И к ней вернулось мужество. Крепко обмотав вокруг головы свои длинные волосы, чтобы их не зацепили полипы, она скрестила на груди руки и как рыба поплыла между чудовищами, которые протягивали к ней свои извивающиеся щупальцы. Она видела, до чего крепко, словно железными клещами, держали они все, что удавалось схватить. Белые скелеты утопленников, корабельные рули, ящики, остовы животных, даже одну русалочку. Полипы поймали и задушили ее. Это было, пожалуй, страшнее всего. Но вот наша русалочка очутилась на болотистой лесной поляне, где кувыркались большие жирные водяные ужи, показывая свое противное светло-желтое брюхо. Посреди поляны стоял дом, выстроенный из белых человеческих костей. Тут же сидела и сама морская ведьма, кормившая изо рта жабу, как люди кормят с сахаром маленьких канареек. Гадких жирных ужей она называла цыплятками. И позволяла им ползать по своей большой, наздреватой, как губка, груди. «Знаю, знаю, зачем ты пришла!» Сказала русалочке морская ведьма. «Глупости затеваешь! Ну да я исполню твое желание! Тебе же на беду, моя красавица!» «Ты хочешь взамен рыбьего хвоста получить две подпорки и ходить, как люди!» «Хочешь, чтобы молодой принц тебя полюбил, а ты получила и его, и бессмертную душу!» И ведьма захохотала так громко и безобразно, что и жабы, и ужи свалились с нее и растянулись на песке. «Ну ладно, пришла ты вовремя!» продолжала ведьма. «А приди ты завтра поутру, было бы уже поздно, и я не могла бы помочь тебе раньше, чем в будущем году. Я приготовлю тебе питье, а ты возьмешь его, подплывешь с ним к берегу еще до восхода солнца, сядешь там и выпьешь все до капли. Тогда твой хвост раздвоится и превратится в две очаровательные, как скажут люди, ножки. Но тебе будет так больно, как будто тебя пронзят острым мечом. Зато каждый, кто тебя увидит, скажет, что такой прелестной девушке он в жизни не видал. Ты сохранишь свою легкую скользящую походку. Ни одна танцовщица не сравнится с тобой, но знай, что каждый твой шаг будет причинять тебе такую боль, как будто ты ступаешь по острым ножам, как будто кровь сочится из твоих ножек. Если ты согласна все это вытерпеть, я тебе помогу. Да, ответила русалочка дрожащим голосом и подумала о принце и о бессмертной душе. — Знай же, — продолжала ведьма, — что если ты примешь человеческий образ, тебе уже не сделаться вновь русалкой. Ты больше не сможешь спускаться к сестрам и во дворец отца. И если принц не полюбит тебя так, что ради тебя забудет отца и мать, если он не прилепится к тебе душой и телом и не попросит священника соединить в ваши руки, чтобы вам стать мужем и женой, ты не обретешь бессмертной души. С первой же зарею и после его женитьбы на другой твое сердце разорвется на части, и ты станешь пеной морской. — Пусть! — проговорила русалочка и побледнела, как смерть. — Кроме того, ты должна заплатить мне за помощь. Сказала ведьма. — А возьму я недешево. Здесь, на дне морском, ни у кого нет голоса красивее твоего. Им ты надеешься обворожить принца, но ты должна отдать свой голос мне. За свой драгоценный напиток я возьму самое лучшее, что есть у тебя. Ведь я должна приправить этот напиток своей собственной кровью, для того, чтобы он стал острый, как лезвие меча. — Если ты возьмешь мой голос, что же у меня останется? — спросила русалочка. — Твое прелестное лицо, твоя скользящая походка и твои говорящие глаза. Этого вполне достаточно, чтобы покорить человеческое сердце. — Ну, Полный, не бойся. Ты высунешь язычок, а я его отрежу в уплату за волшебный напиток. — Пусть будет так, — сказала русалочка. И ведьма поставила на огонь котел, чтобы сварить питье. — Чистота, лучшая красота, — сказала она и обтерла котел с вязкой живых ужей. Потом расцарапала себе грудь и черная кровь закапала в котел, над которым вскоре заклубился пар, принимавший столь причудливые формы, что страшно было смотреть на него. Ведьма поминутно бросала в котел все новые и новые снадобья, и когда питье закипело, послышались звуки, похожие на плач каркадила. Наконец зелье сварилось. На вид оно казалось прозрачной водой. — На, бери! — брукнула ведьма, отдавая его русалочке, которая не могла больше ни петь, ни говорить. — Если полипы захотят тебя схватить, когда ты поплывешь назад моим лесом, — сказала ведьма, — брызни на них только одну каплю этого питья, их руки и пальцы разлетятся на тысячи кусков. Но русалочке не пришлось этого делать. Полипы с ужасом отворачивались, едва завидев напиток, сверкавший в ее руках, как яркая звезда, быстро проплыла на полису, миновала болотистую низину и бурлящие водовороты. Ну вот и отцовский дворец. Огни в большом зале были потушены, вероятно, все уже спали. Русалочка не посмела войти во дворец, ведь она была немая и собиралась навеки покинуть отчий дом. Сердце ее было готово разорваться от тоски и печали. Она проскользнула в сад, сорвала под цветку скумбы каждой своей сестры, послала родным тысячу воздушных поцелуев и стала подниматься наверх сквозь толщу темно-голубой воды. Солнце еще не встало, когда она увидела перед собой дворец принца и присела на нижнюю ступеньку великолепной мраморной лестницей, озаренной волшебным голубым сиянием месяца. Русалочка выпила обжигающий напиток. Ей показалось, что ее тело пронзил обоюдоострый меч. Она потеряла сознание и упала замертво. Очнулась она, когда над морем уже сияло солнце и сразу ощутила жгучую боль. Зато перед ней стоял юный красавец принц и смотрел на нее своими черными, как ночь глазами. Русалочка потупилась и увидела, что вместо рыбьего хвоста у нее теперь выросли две восхитительные белые ножки, маленькие, как у девочки. Но она была совсем ногая и поскорее закуталась в свои длинные густые волосы. Принц спросил, «Кто она такая и как сюда попала?» Но она только грустно и кротко смотрела на него своими темно-голубыми глазами. Говорить она не могла. Тогда он взял ее за руку и повел во дворец. Ведьма сказала правду. С каждым шагом русалочки чудилось, будто она наступает на иглы или острые ножи. Но она терпеливо переносила боль и шла рука об руку с принцем. Легкая, светлая, как пузырек воздуха. Принцы все окружающие не могли надевиться на ее прелестную скользящую походку. Русалочку нарядили в дорогие муслиновые и шелковые платья. И она стала первой красавицей при дворе, но по-прежнему оставалась немой. Не могла ни петь, ни говорить. Однажды красивые рабыни, все в шелку и золоте, предстали перед принцем и его царственными родителями и запели песню. Одна рабыня пела особенно хорошо, и принц хлопал в ладоши и улыбался ей. Русалочке стало очень грустно, ведь когда-то и она могла петь, и гораздо лучше. Ах, если бы он только знал, что я навсегда рассталась со своим голосом для того, чтобы вечно быть возле него, думала она. Потом рабыни стали танцевать под звуки чарующей музыки. Тут и русалочка подняла свои хорошенькие белые ручки, встала на цыпочки и понеслась в легком воздушном танце. Так не танцевал еще никто. Каждое движение подчеркивало ее красоту, а глаза говорили сердцу больше, чем пение рабынь. Все пришли в восторг, особенно принц, назвавший русалочку своим маленьким найденышем. Она все танцевала и танцевала, хотя всякий раз, когда ножки ее касались пола, ей было так больно, как будто она наступала на острый нож. Принц сказал, что она всегда будет жить у него и позволил ей спать на бархатной подушке перед дверьми его комнаты. Он приказал сшить ей мужское платье, чтобы она вместе с ним могла ездить верхом. Они проезжали по благоухающим лесам, где в свежей листве пели птички, а зеленые ветви гладили маленькую всадницу по плечам. Они взбирались на высокие горы, и хотя из ее нежных ножек сочилась кровь, и все это видели, она только смеялась и вслед за принцем поднималась на горные вершины. Там они любовались облаками, плывшими у их ног, словно стаи птиц, улетающих в дальние страны. А дома, во дворце принца, ночью, когда все спали, русалочка спускалась по мраморной лестнице, выходила на берег моря и, погрузив в пылавшие, как в огне ноги, в холодную морскую воду, думала о своих родных, оставшихся на дне морском. Однажды ночью из воды выплыли рука об руку ее сестры и запели печальную песню. Русалочка кивнула им, и они, узнав ее, рассказали, как огорчила она их всех. С тех пор они навещали ее каждую ночь, а однажды она увидела вдали даже свою старую бабушку, которая уже много-много лет не выплывала на поверхность, и сынового морского царя с короной на голове. Они простирали к ней руки, но не смели подплывать к земле так близко, как ее сестры. День ото дня принц все сильнее привязывался к русалочке, но любил ее только как любят милых послушных детей. Сделать ее своей женой королевой ему и в голову даже не приходило. А ведь ей необходимо было стать его женой, иначе она не могла обрести бессмертную душу, и если бы он женился на другой, русалочка превратилась бы в морскую пену. «Любишь ли ты меня больше всех на свете?» Казалось, спрашивали глаза русалочки, когда принц обнимал ее и целовал в прекрасный лоб. «Да, ты мне дороже всех», — говорил принц. «У тебя самое доброе на свете сердце. Ты предана мне, как никто, и ты похожа на молодую девушку, которую я видела раз и верно больше не увижу. Однажды я плыл на корабле, а корабль разбился, и волны выбросили меня на берег вблизи дивного храма, в котором молодые девушки служат Богу. Младшая из них нашла меня на берегу и спасла мне жизнь. Я видел ее всего два раза, но лишь ее одну в целом мире мог бы я полюбить. Однако ты похожа на нее, и почти вытеснила из моего сердца ее образ. Она принадлежит святому храму, и вот моя счастливая звезда послала мне тебя. Никогда я не расстанусь с тобой». «Увы, он не знает, что это я спасла ему жизнь», — думала русалочка. «Я вынесла его из волн морских на берег и положила в лесу, близ храма, а сама скрылась в морской пене и смотрела, не придет ли кто-нибудь к нему на помощь. Я видела эту красавицу-девушку, которую он любит больше, чем меня». И русалочка глубоко-глубоко вздыхала. Плакать она не могла. «Но та девушка принадлежит храму», — сказал он. «Она не вернется в мир, и они никогда не встретятся. А я все время рядом с ним. Вижу его каждый день, могу за ним ухаживать, любить его, отдать за него жизнь». Но вот стали поговаривать, что принц собирается жениться на прелестной дочери соседнего короля, потому снаряжает в плаванье свой великолепный корабль. Принц поедет к соседу, как будто за тем, чтобы ознакомиться с его страной, а на самом деле, чтобы увидеть его дочь, с ним будет большая свита. Слушая эти речи, русалочка только покачивала голову и смеялась. «Кто-то, а она лучше всех знает мысли принца». «Я должен ехать», — говорил он ей. «Мне надо познакомиться с прекрасной принцессой. Этого требуют мои родители, но они не станут принуждать меня жениться на ней. А я никогда ее не полюблю. Она ведь не похожа на ту красавицу, на которую похожа ты. Если уж мне придется, наконец, избрать себе невесту, так я лучше выберу тебя, мой немой найденыш с говорящими глазами». И он целовал ее валые губы, играл ее длинными волосами и прижимал голову к ее сердцу, которая так жаждала человеческого счастья и бессмертной души. «Ты ведь не боишься моря, моя немая крошка?» — говорил он, когда они уже прибыли на великолепный корабль, который должен был отвезти их в соседнее королевство. И принц рассказывал ей о морских штормах, и о штиле, о диковинных рыбах, что живут в глубине моря, и чудесах, которые видят водолазы. Но русалочка только улыбалась, слушая его рассказы. Она-то лучше всех знала, какое оно — дно морское. Однажды в ясную лунную ночь, когда все, кроме рулевого, спали, она села у самого борта и стала смотреть на прозрачные волны. И вот ей показалось, что она видит отцовский дворец и свою старую бабушку, которая стоит на вышке в серебряной короне и смотрит сквозь волнующуюся воду на кель корабля. Вскоре на поверхность моря всплыли сестры-русалочки. Они печально смотрели на нее и ломали свои белые руки. А она, кивнув, ему улыбнулась и хотела было рассказать о том, как ей здесь хорошо. Но в это время к ней подошел корабельный Юнга, и сестры нырнули в воду. А Юнга подумал, что это белая морская пена мелькнула в волнах. Наутро корабль вошел в гавань великолепной столицы соседнего государства. И вот в городе зазвонили колокола. С высоких башен затрубили в трубы, а на площадях выстроились полки солдат с блестящими штыками и реющими знаменами. Начались празднества. Бал следовал за балом. Но принцессы в столице еще не было. Она воспитывалась где-то в далеком монастыре, куда ее отдали, чтобы она научилась всем королевским добродетелям. Наконец прибыла и она. Русалочка жадно смотрела на нее и должна была сознаться, что еще не видела более красивого и милого лица. Кожа у принцессы была нежная, прозрачная, а из-под длинных черных ресниц улыбались темно-синие добрые глаза. «Это ты!» крикнул принц. «Это ты спасла мне жизнь, когда я полумертвый лежал на берегу моря, и он крепко прижал к сердцу свою зарумянившуюся невесту. Как я счастлив!» сказал он русалочке. «Сбылось то, о чем я и мечтать не смел. Ты порадуешься моему счастью. Ты ведь так любишь меня!» Русалочка поцеловала ему руку, и ей показалось, что сердце ее уже разрывается, а свадьба принца должна была ее убить и превратить в морскую пену. Церковные колокола звонили, по улицам разъезжали герои, оповещая народ о помолвке принцессы. На всех алтарях в драгоценных серебряных лампадах горело ароматное масло. Священники кодили ладаном. Жених с невестой подали друг другу руки и получили благословение епископа. Русалочка стояла разодетая в шелк и золото, держа в руках шлейф невесты, но уши ее не слышали звуков праздничной музыки. Глаза не видели, как совершается обряд венчания. Она думала о своем смертном часе и о том, что она теряла жизнь. Новобрачные должны были отплыть на родину принца в тот же вечер. Пушки полили, флаги развивались, на полубе корабля был раскинут роскошный шатер из золота и пурпура, весь усланный мягкими подушками. Тут в шатре должны были новобрачные провести эту прохладную тихую ночь. Но вот ветер надул пруса, корабль легко скользнул по волнам и помчался вперед по светлому морю. Как только смерклось, на корабле зажглось множество разноцветных фонариков, а матросы пустились в пляс на палубе. Русалочка вспомнила, как она впервые всплыла на поверхность моря и увидела такое же великолепие и веселье. И вот она вспорхнула и понеслась в быстром воздушном танце, точно ласточка, преследуемая врагом. Все выражали ей свои восхищения, никогда еще не танцевала она так чудесно. Ее нежные ножки резала, как ножами. Но этой боли она не чувствовала, ведь сердце ее было еще больнее. Она знала, что в последний раз видит того человека, ради которого оставила родных и отцовский дом, отдала свой прелестный голос и ежедневно терпела невыносимые мучения, о которых он и не подозревал. Последнюю ночь дышала она одним воздухом с ним, видела синее море и звездное небо, зная, что скоро наступит для нее вечная ночь без мыслей, без сновидений. У русалочки ведь не было души и обрести ее не удалось. Далеко за полночь шло на корабле веселье и звучала музыка, а русалочка смеялась и плясала с мыслью о смерти в сердце. Принц в это время целовал красавицу жену, а она играла его черными кудрями. Рука об руку удалились они на покой в свой великолепный шатер. На корабле воцарилась тишина, один лишь рулевой бодрствовал у руля. Русалочка перлась своими белыми руками об борт и, повернувшись лицом к востоку, стала ждать первого луча солнца, который, как она знала, должен был ее убить. И вдруг она увидела, как из моря поднялись ее сестры. Они были бледны, как и она, но их длинные прекрасные волосы не развивались больше по ветру. Они были острижены. Мы отдали наши волосы ведьме, чтобы она помогла нам избавить тебя от смерти. А она дала нам вот этот нож. Видишь, какой нострый. Прежде, чем зайдет солнце, ты должна вонзить его в сердце принца. И когда теплая кровь его брызнет тебе на ноги, они срастутся в рыбий хвост. И ты опять станешь русалочкой. Погрузишься в родное море и превратишься в соленую морскую пену не раньше, чем проживешь свои триста лет. Но спеши, или он, или ты. Кто-нибудь из вас должен умереть до восхода солнца. Наша старая бабушка так печалится, что от горя потеряла все свои седые волосы. А наши волосы срезаны ножницами ведьмы. Убей принца и вернись к нам. Спеши. Видишь, на небе показалась алая полоса. Скоро взойдет солнце и ты умрешь. И они глубоко-глубоко вздохнули и погрузились в море. Приподняв пурпурную полушатра, русалочка увидела, что головка прелестной, новобрачной покоится на груди принца. Русалочка наклонилась, поцеловала его в прекрасный лоб и посмотрела на небо. Там разгоралась утренняя заря. Потом она взглянула на острый нож и опять устремила взор на принца. А он произнес во сне имя своей молодой жены. Значит, она одна была у него в мыслях, и нож дрогнул в руках русалочки. Еще мгновение, и она бросила нож в волны, которые покраснели, точно обогренные кровью, в том месте, где он упал. Еще раз посмотрела она на принца полуугасшим взором, бросилась с корабля в море и почувствовала, как тело ее расплывается пеной. Над морем поднялось солнце. Лучи его любовно согревали мертвенно-холодную морскую пену, и русалочка не чувствовала, что умирает. Она видела ясное солнце и какие-то прозрачные, волшебные создания, во множестве реевшие над ней. Сквозь них она видела белые паруса корабля и алые облака в небе. Голос их звучал, как музыка, но музыка столь возвышенная, что люди не могли бы ее расслышать, как не могли бы и увидеть этих беспечных существ. У них не было крыльев, но они носились в воздухе невесомые и прозрачные. И вот русалочка почувствовала, что и сама становится похожей на них и все больше и больше отделяется от морской пены. Куда я иду? спросила она, поднимаясь в воздух, и голос ее прозвучал так дивно и одухотворенно, что земная музыка не смогла бы передать этих звуков. К дочерям воздуха, воздуха, ответили ей воздушные создания. У русалки нет бессмертной души, души, и обрести ее она может, только если ее полюбит человек, человек, ее вечное существование зависит от чужой воли. У дочерей воздуха тоже нет бессмертной души, души, но они сами могут заслужить ее себе добрыми делами. Мы прилетаем в жаркие страны, где люди гибнут от знойного, зачумленного воздуха и навеваем прохлад. Мы распространяем в воздухе благоухание цветов и приносим людям отраду и исцеление. Триста лет мы посильно творим добро, а потом получаем в награду бессмертную душу и вкушаем вечное блаженство доступное людям. Ты, бедная русалочка, всем сердцем стремилась к тому же, ты любила и страдала, подними же вместе с нами в заоблачный мир. Теперь ты сама можешь заслужить бессмертную душу добрыми делами и обретешь ее через триста лет, лет, лет. И русалочка протянула свои прозрачные руки к солнцу и впервые и на глазах ее показались слезы. На корабле в это время все опять пришло в движение и русалочка увидела, как ищут ее принц и принцесса. Печально смотрели они на волнующуюся морскую пену, словно зная, что русалочка бросилась в волны. Невидимо поцеловала русалочка новобрачную в лоб, улыбнулась принцу и вместе с другими дочинами воздуха поднялась к розовым облакам, плававшим в небе. Через 300 лет мы вот такие же поднимаемся в Божье царство. Может быть и раньше, прошептала одна из дочерей воздуха, невидимками влетаем мы в жилище, людей, где есть дети. И если находим там доброе, послушное дитя, дитя, радующее своих родителей и достойное их любви, мы улыбаемся, радуемся, радуемся. Ребенок не видит нас, когда мы летаем по комнате, комнате, комнате. И если мы радуемся, глядя на него, наш 300-летний срок сокращается на год, год. Если же мы встречаем злого, непослушного ребенка, мы горько плачем, и каждая слеза прибавляет к долгому сроку, нашего испытания лишний день. День, день. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok